и всем привет дорогие друзья рад вас приветствовать сегодня у нас на обзоре будет mazda rx-7 ну как вам такой автомобиль ребята на обзорчике она у нас в белом цвете есть еще другие цвета вот а лично мне она запомнилась по игре need for speed underground блин ну прям вот прямо чего не взять того не отнять вот прям вот я помню эту машину более классная машина особенно для дрифта она была классный вот не знаю как она будет в дэйс проекте green garden эта машина выглядит она конечно классно смотрите какая детализация под капотом были но все прям детализировано до мельчайших частей качественно как говорится да без каких-либо придирок вот он вакуумник стоит тормозной еще что величай туда тормозной цилиндр были ну все очень детализировано он генератор прямо откровенно торчащий смотрит на нас вот ну блин класс класс вообще дверные карты вот такие простенькие достаточно но это машина годов то каких мать чесная так ладно давайте посмотрим что у нас по внутрянке аккумулятор радиатор свеча зажигания две лампочки головного освещения различные элементы кузова то бишь две двери капота багажник 3 компакт диска канистра две бочки рюкзак слот под оружие четыре колеса запасного колеса я не наблюдаю в этом автомобиле бочки если это то у нас максимум до 600 слотов 5 а рюкзак это до 1000 слотов то вот ну и тысячи слотов непосредственно в самом автомобиле то есть как то вот так это все ребята выглядит ну где-то там закрываешься ты взять в руки а закрытия как а вот закрыть нашел капот тоже мы с вами закрываем погружаем вся в автомобиль клаксончик работает блин ну на самом деле все сделано очень классно а мы можем сесть назад например мне что-то очень до регулировать можем сесть назад вот так вот плюхнулись дверь закрыли сиденье подвинули прикольно нормально нормально вообще меня очень это все радует очень радует то есть машина четырехместный если что у нас вала какая панелька блин смотрите да чего тут только здесь нет давление масла уровень топливного бака температура охлаждающей жидкости собственно говоря тахометр и вот здесь вот справа спидометр блин ну классно классно вообще столько приборов выведено сразу здесь на панель наверное даже будет бак рабочий да потому что у нас машине принципе сейчас полный топливный бак вот температура на нуле да а он нам показывает уже где-то серединку ну давайте заведем машину что стрелка тахометра ожила топливный бак максимально давление масла у нас не изменилось хотя но он просто механикой это не заложено на самом деле вот но чтоб стрелку температуры повысить я даже не знаю чего 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 надо с машиной делать может газовать на ровном месте поползет она вверх не поползет а если поползет то это спустя наверное столетие вот ладно не будем машину мы с вами мучить вы включаем вид от третьего лица и поехали такой своеобразный звук двигателя ой она уже в отсечке и хрена себе и машинка кстати интересная она достаточно бодрая хочу сказать он практически до 180 мы с вами разогнались вот в принципе неплохо но деревья не валит так поехали со шлейфом быстро ли она разгонится в горку отсечка третья передача честная третья передача смотрите набирает скоростью еще вообще практически без потери буквально три километра в час мы потеряли на подъеме в гору то есть я на горку практически не почувствовала прикольная машина кстати говоря очень даже прикольная звук двигателя мне особенно нравится ну выхлоп звук выхлопа я бы не сказал что это звук двигателя звук выхлопа да вон у нас какие две трубы торчат но это как бы с одного выхлопного выхлопа но тем не менее так ну в принципе ребят вот такая вот машинка понравилось пишите в комментарии вот так если что на цвета там ссылка под видео присутствует там нужно дискорд green garden там цвета можете выбрать более подробно посмотреть какие цвета есть ну вот каких цвету а кстати знаете что я забыл дать и заведем как говорится по чесноку да вот это я чуть не забыл ребята полян охренеть класс супер вообще и сзади габариты гореть начинает да да блин охренеть вот здесь вот со свет эти вот просто я не мог не проверить этот момент потому что вот эти вот фары они просто легендарные дату фига как они так и выезжают да это же блин это вот просто без этого вот мазда была бы не маздой вот мы заглушили с вами фары остается гореть и и вот так вот это все будет выглядеть со стороны были ну классно же да офигенно ладно ребят я закругляюсь на этом всем огромное спасибо за просмотр подписываемся где можно подписаться отслеживаем где можно отследить все необходимые ссылки под видео присутствует и всем спасибо и всем пока